Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, Всё только начинается, это наше всё. Приветствуем всех, кто с нами у экранов телевизоров. С вами программа «Наше всё» Антонина Юр. Андрей Казицкий, 6 июня, друзья. Давайте улыбаться весь среда, это маленькая пятница. Ну и, конечно, хорошее настроение вам желает кто? Наш дорогой и добрый друг, строительная компания «Водострой». Которая предлагает отличное, шикарное, великолепное жильё по самым доступным ценам. Жилой, нежилой, жилой, нежилой. Что загадала? Желание. Хочу квартиру в жилом комплексе со встроенными нежилыми помещениями. Да тут и гадать нечего. Жилой комплекс на Сергея Ушакова, 13, от компании «Водострой». «Водострой» — хороший знак строительного зодиака. А ещё хорошие расположения и цена. Звони 24 0404. Проектная декларация в офисе компании на Первомайской, 37. Немного магии вам от... Да, от нас. От нас и от наших видеорепортеров, которые дали нам это видео. Три маленьких брата из США показывают такие трюки, которым могут позавидовать даже взрослые фокусники. Слова здесь лишние. Просто смотрите и удивляйтесь. Я не знаю, как это делают ребята. Даже коих трюков у них, кстати, очень-очень много. Ну, я даже не знаю, как реагировать. Братья Сафроновы. Братья маленькие. Продрастающие. Америкафоновы, да. Не, на творчество это очень даже хорошо. Главное в этом деле — желание и материал. Фактуру для дел, кстати, художественных, и не только сейчас. Покажем, где можно всё приобрести. Констовары на оптово-розничной базе «Евразия» переехали. Новый просторный магазин в 50 метрах от подарков «Бандун». Это центр с бесконечными полками школьных принадлежностей и офисной канцелярией. Всё по оптовым ценам. Изобилие рабочих тетрадей. Рядом предметные с правилами и таблицами. Ровными рядами выстроены шариковые и гелевые ручки. Последний, кстати, незаменимый атрибут для сдачи единого государственного экзамена. Во время ЕГЭ чёрная паста становится страшным дефицитом, но только не здесь. Каждый месяц ассортимент пополняется и обновляется. Яркая палитра констоваров даже на каникулах раззадорит интерес малышей к занятиям. Альбомы для рисования, краски, кисти, карандаши и фломастеры. Всё для хорошей учёбы и активного детского досуга. Канцелярия, что на резервной 17, обеспечит и продуктивные рабочие будни. Ну и, конечно же, минутка милых новостей. Что, ты снова купила игрушку для ребёнка, для дочечки, а потом сама в неё играла? Или что, что? Да нет же! Вот все мы снимаем на видео своих детей, как они танцуют, играют, ну или вообще делают то, чего нельзя. Так и сделала жительница Норильска. Она сняла на камеру свою дочь, которая возвращалась домой. Девочка пообещала маме вернуться в ближайшее время, но в итоге опоздала, сильно увлёкшись танцем. Ну, знаешь, мне кажется, что не только дети так возвращаются домой. Ну, все, знаешь, там бывает муж такой, да, так-так-так, можно танцевать, пока возвращаешься, и опоздать. Зато сразу видно, что у девочки очень хорошее настроение. Ну, знаешь, настроение, я думаю, что хорошее не только у девочки, но и у наших горожан. А какое, насколько оно хорошее, узнаем прямо сейчас. Сейчас смотрим наши хорошие новости. А почему вы выбрали мотоцикл? Почему вот это ваша любовь, страсть? Это невозможно объяснить на самом деле. Это душа. У каждого есть душа. У музыканта, у мотоциклиста, у спортсмена, у любого человека есть душа. Да. Каждый человек любит чем-то конкретно заниматься. Где-то как, у кого-то есть хобби, у кого-то это стиль жизни. Кто-то просто грядит и боится себе признаться в этом. Наша душа возит два колеса. Да. А мы, мы чувствуем себя свободными. То есть, есть такое понятие свобода. Мы чувствуем себя свободными на двух колесах. Я, на самом деле, домой не был, года три в Уссурийске. И за это время он очень сильно поменялся. Честно говоря, местами до неузнаваемости. Много зелени стало. Что-то происходит, какое-то движение. Я думаю, администрация работает. Сами люди какие-то стали отзывчивые, добрые, душевные. Это же хорошо. Надо сплочаться и радоваться жизни. Всем желаю счастья, солнечного неба, чтобы было всегда прекрасно и солнечно. Передаю привет бабушкам, дедушкам, здоровья, чтобы город процветал. Друзья, в Сидне уже несколько дней идет фестиваль света, музыки и идей. Друзья, в Сидне уже несколько дней. Инсталляции, которые буквально заполонили город. Там проводятся еще и различные мастер-классы, затрагивающие разные сферы жизни. Ну да, очень красиво. И большинство из них, конечно же, платные. Стоимость участия колеблется от 10 до 590 австралийских долларов. Ну, будем даже округлить до 600. Я бы пошла за 10. Ты бы пошла за 10 на мастер-класс, как заработать денег, да? Продолжаться вся эта ферия будет вплоть до 16 июня. И как бы я хотела там побывать. Антонина, я, конечно, могу оплатить тебе билет на весь, часть какую-то. У меня есть 10 долларов. У меня есть 10 австралийских долларов, да. В общем, мечтай, Тоня. Мечтам, собственно, сбываться. И чтобы сбывались все планы и идеи реализовывались. Да и просто все было хорошо. Хочется пожелать нашему сегодняшнему имениннику. Это Андрей Мамаев. Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агроавангард». Он сегодня отмечает свой день рождения. Здоровья, прекрасного настроения и долгих лет жизни. Да, друзья. Вот вообще всех именинников, у которых сегодня день рождения, у которых поздравляем вас с вашим днем. У нас впереди небольшая, но короткая реклама, после которой мы вернемся. Ну что же, Андрей Козицкий в студии. Программа «Наше все». Июнь, свадебный сезон открыт. И одна из главных традиций в свадебный вечер, если вдруг вы спланировали себе свадьбу, это первый танец молодых. Обо всех тонкостях этого лиричного, красивого, романтичного момента вам расскажет наш хореограф, мой очень хороший друг Евгения Глушко. Жень, привет. 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 Женя, вот скажи, свадебный танец вообще, какие есть за, какие есть против свадебных? Свадебного танца. Лично у меня на свадьбе был свадебный танец. Это было танго, это было очень креативно и необычно. Вот мы готовились, ну, потому что меня жених выбрал, то ему понравилась аргентинская танго, и мы танцевали. Муж выгол танго? Да. Хорошо. Вот, однозначно, поэтому, ну, это очень важный момент, да, это очень яркий момент свадьбы, поэтому, мне кажется, я все-таки говорю за свадебным танцем. Ну, а есть какие-то против, ты ничего не имеешь в свадебном танце? Хорошо. А как же, ну, знаешь, это хорошо, что у тебя одна супруг, что согласилась так, но бывает же, вот, обычно все женихи против. Посмотри на меня, какой из меня человек, который готов танцевать первый танец молодых. Ну, все нормально будет. Главное, ну, выбрать такой танец, чтобы было комфортно его танцевать. Что можно отнести к комфортным танцам? Я спрошу тогда вот так вот у тебя. Комфортно — это когда нравится музыка, нравится движение какие-то определенные, потому что бывает, ставишь танец, и ребята начинают тушеваться, то есть им не очень нравятся движения, я говорю, если некомфортно, давайте поменяем. То есть, ну, подбираешь индивидуально. То есть, возможно ли танцевать первый танец под группу Лесоповал? Возможно, если есть желание. Ну, да, вот в свое время была такая тенденция, что было очень модно танцевать по пури. Когда по пури для тех, кто не знает так же, как и я, это когда несколько песен меняются друг за другом, которые очень хорошо склеены между собой. Что сейчас у нас в тренде, не знаю? Ну, мне кажется, что классический танец, да, вальс или просто классический медленный танец сейчас более популярен. Уже никто так сильно не заморачивается по поводу того, чтобы смиксовать песни, там, заложить какую-то идею, там, начинают медленно, потом продолжают быстро, выходят все гости, начинают все вместе. Ну, и такой был опыт. Тоже было, на самом деле, здорово, интересно. Ну, ну, как бы сейчас в основном все просят классический медленный танец. Ну, а вот как долго вообще нужно готовиться, чтобы, ну, на самом свадебном вечере все было отлично, круто, без каких-то изъянов, там, без каких-то, там, я наступил тебе на ногу, наступил на платье, все попадали. Наверное, изъяны – это тоже часть, наверное, свадебного танца. Мы все-таки люди и человеческий фактор, он играет какую-то свою роль. И поэтому в любом случае ошибки есть. И их не исключить. У меня был один раз, что случайно жених с невестой оказались спиной к зрителям. Ну, потом сориентировались, перестроились. Танцевали спинами в другом зале и в другом городе. Да. Ну, вот просто нет, я почему еще спросил, сейчас много кто идет ставить обязательно себе свадебный танец, а кто-то говорит, что вот мы как бы своими силами, то есть можно, в принципе, и так, и так, или как лучше, то есть будет смотреться. Понимаю, что для видео, наверное, будет лучше, когда танец поставленный. Ну, если есть какой-то опыт хореографический, ну, там, например, у невесты или жениха, то можно и самим себе сделать танец, такой, который нравится. Очень много материала в интернете, поэтому я думаю, что если сильно захотеть, можно и самим это сделать. Музыка вообще обязательно должна быть там какой-то классической, или можно вот взять и подобрать прям свой любимый трек. Вот я, у меня свадьба, я хочу танцевать под Монатика, под песню «Кружит» и все, и больше. То есть получится поставить? Да, конечно, получится. Ну, часто бывает, что люди хотят свою какую-то определенную песню. Даже недавно у меня было такое, что сначала я была против этой песни в голове, а когда мы начали разведеть, а оно ложилось очень хорошо, очень здорово, и даже, ну, как бы один из моих любимых в итоге получился номеров. Ну, а что это за песня? Ой, я не помню, как ее назвать. Это, ну, а направлениях это было какое? Ну, она современная песня, и она, ну, средняя, она не сильно медленно, не сильно быстрая, вот, ну, активная достаточно. Ну, так вот, друзья. Ну, вот, да, как уже говорил, что женихи вот чаще всего против. Вообще, стоит ли будущим мужьям бояться первого танца молодых, паниковать нужно ли по этому поводу? Потому что я говорю, что… Ну, как правило, да, это очень тяжелый психологический момент. Для мужчин. Невеста говорит, да, я хочу, жених говорит, я не хочу, как я буду выглядеть, вообще, я вообще там нелепый, я неуклюжий и так далее. Но, ну, как бы, тут индивидуально, да, тоже. Как на меня посмотрят пацаны на свадьбе. Да. Да, на свадьбе. Как на меня посмотрят пацаны, обязательно этот момент. Ну, не знаю, то есть это нужно себе, наверное, ну, решить вдвоем, да, нужно это или нет, потому что, ну, без этого, мне кажется, не полностью свадьба будет закончена, как событие, да, то есть какой-то части они будут хватать все-таки. А бывает ли так, что, наоборот, мужья прям проявляют инициативу, говорят, так, пойдем, что-то… Ну, вот, ну, твой, хорошо, так, и еще такой пример один, пока есть. Пока больше такого не было. Нет, у меня просто тоже вот на практике бывают мужья, которые, наоборот, хотят сами свадьбу на танец, но это прямо вот, говорю, единицы-едницы, остальные прям волнуются. Вот что можно пожелать, чтобы не волновались люди? Не волноваться. Еще вот самое главное, что происходит, как правило, когда приходят уже, да, ставить номер, из-за того, что там невеста хотела или из-за какой-то суеты при свадьбе начинается нервоз, очень часто начинают ругаться молодые. Мы разводимся. Да, да, практически так, да, все. И самое главное, наверное, нужно пожелать, чтобы никто не волновался, да, что, тем более, если ты доверяешь какие-то вещи специалисту, да, своей свадьбе, то можно, ну, расслабиться, отпустить этот момент, тем более, что можешь сказать, там, не хочу это, ну, я хочу немножко по-другому, я же говорю, опять же, некомфортно вдруг какое-то движение. Это можно все исправить. Не обязательно вот так делай, все, я сказала, делай, нет. Вот, поэтому... А вот есть такая вот возможность, например, завтра свадьба, и вот молодые вот решили, что вот за день до свадьбы, блин, хотим что-то потанцевать. Успеешь ли, например, может быть, им дать какие-то, может быть, азы как-то, их хоть немножечко подготовить за день? Возможно такое? Ну, у меня был такой случай, вот, если не ошибаюсь. То есть буквально вот свадьба должна быть, и попросили. Хотя бы что-то, вот, хотя бы какие-то моменты. Либо вот так вот Резуин говорит, Жень, можешь подъехать сейчас к ресторану? Они выходят, говорят, так, у нас сейчас перерыв, мы сейчас должны танцевать свадебный танец, можно нам быстро в коридоре пару по... Ну, в общем, то есть день, в принципе, достаточно, да, чтобы хотя бы какие-то азы знать? Ну, назвать это азами нельзя, может быть, там пару поддержек они смогут сделать. А чтобы это был нормальный номер, ну, хороший, полноценный, конечно, дня никогда не хватит. Это еще, смотря, ну, какие способности у людей, да. Некоторые люди там за три секунды все схватывают. Некоторые за год. Да, некоторые. В общем, друзья, что, как хочется подытожить, если планируете свадебный танец, первый танец молодых, то планируйте это заранее. Чем раньше вы это запланируете, тем лучше и круче это будет на самом мероприятии. Жень, тебе большое спасибо за беседу. Будем ждать еще в гости, ну, будем ждать, когда я буду приходить учиться у тебя свадебным танцем. И мы это здесь покажем. И мы это здесь покажем, друзья. Перед ним большая короткая реклама, после чего вернемся. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня вернемся к вопросу о красоте. Вернее, тех вещах, которыми женщины украшали себя. Средневековые женщины были такие же, как и современные. И в плане быть чем-то красивее, чем окружающие, это было для них также свойственно и характерно. Ну, а сегодня у меня на ладони бисер. То есть вот такие вот маленькие стеклянные бусинки, которые нашли школьники из клуба юных археологов резерв во время раскопок на средневековой деревне Утесной 4. И вот такая шпилька для волос. Она костяная, она также найдена на Утесном 4. Очень тоненькая, очень изящная, очень миниатюрная. В плане моды сегодня информации есть немало. Сегодня мы знаем, помимо каменных бусин, которые были широко распространены у них, бусы металлические, чаще всего бронзу использовали. Иногда их серебрили, иногда золотили. Вот есть стеклянные бусы, ну, чаще всего это бисер, потому что стекло в это время было очень дорогим. И есть даже золотые стеклянные бусы. Они раскопаны на Шагинском городище, когда использовали сначала на обычной костяной либо металлический серженек, наматывали прозрачную стеклянную пасту, потом обворачивали ее золотой фольгой, и потом еще раз наматывали слой стеклянной прозрачной пасты. И когда это все уже дело заставало, то стеклянная бусина получалась вот таким вот золотым фоном, потому что внутри располагалась золотая фольга. Ну, а чаще всего мы уже уже не встречаем голубой, зеленый цвет. Вот такой вот красный цвет, он гораздо реже встречается. Ну, и самый редкий цвет – это фиолетовый. То есть фиолетового стекла джоржанского найдено значительно меньше, чем золото. То есть для археологов это более интересная находка, фиолетовое стекло, чем вот золото. Антонина Юн, Андрей Козицкий по-прежнему в студии. И вот такие вот есть у нас новости. В США шестилетний мальчик Роман Маккон спас более тысячи собак от смерти. В 2015 году он вместе со своей мамой забрал пса из приюта. После этого ребенок решил, что хочет помочь и остальным животным. Да, друзья, малыш снимал видео, при помощи которых собаки находили новых хозяев. В ролике Роман рассказывал, какой породы животное, сколько ему лет и почему именно его нужно забрать. Всего в семье удалось спасти 1050 собак от усыпления. К слову, ну, хотела так я все в нем выстрелить. Но ничего, ребенок планирует и дальше продолжать свою волонтерскую деятельность. Друзья, если вам тоже, как и Роману Маккону, небезразличны братья наши меньшие, то посмотрите следующий сюжет и, может быть, кто-то из четверновых любимцев, питомцев вам приглянется и вы возьмете его к себе в семью. Здравствуйте. Собака у нас породы черно-русский терьер. Зовут ее Плеяда Буяна Заряна Златаяра. Дома мы ее зовем Заринка все. Завели мы ее. У нас в свое время была уже такая порода. Она добродушная. И вот решили еще раз завести. Собака у нас вообще добродушная. С виду у нас такой вот большой медведь, которого все боятся. Но у нас боится она сама всех. Единственное, кого подпускают к себе, это дети. Потому что так как у нас в семье у самих трое детей, много друзей всегда находится дома. А взрослых мы боимся. Ну, единственное, защищает, если она садится рядышком, и уже начинает рычать. Хоть ей страшно, не страшно, она знает, что мама, если что, защитит ее. С другими питомцами у нас есть такая проблема, то, что мы любим всех. Видя любую собаку, любую кошку, мы бежим играться. Ну, нас боятся опять же из-за нашего роста. От нас пытаются убежать, мы пытаемся догнать. Она очень, ну, другим собакам, животным, она очень-очень добродушная. У нас даже был случай, что мы пришли на социализацию. Она себе выбрала шпицы и ходила, охраняла. Вот проверяла, на месте он сидит или не на месте, чтобы никто не подходил к нему. Мы ходим на занятия, в чем немножко есть проблема в занятиях, потому что кроме нас там есть еще другие собаки. Мы хотим играться со всеми, дрессировщик нам не разрешает это. Мы должны ходить на поводке, ну, буквально 5-10 минут, и она уже слушает команды, ходит за нами, все выполняет. Как сложно ухаживать за черную карьеру? Ну, я так думаю, что когда привыкаешь, оно, в принципе, несложно. Главное вовремя купать, каждый день расчесывать ее шерсть, потому что, так как шерсть длинная, если ее не вычесывать, тогда собираются колтуны, потом проблемы состригать. Это не любой грумер возьмется за это дело. Ну, а так вычесываем, чистим ушки, глазки. Кормим мы ее сухим кормом, ну, соответственно, даем творожок, ряженку. Когда покупаем, тоже у нас я узнаваю, что это для собаки, говорят, ну, понятно. Легкое покупаем ей, готовим сухарики из легкого. Ну, для вкусняшек, для команд. Забавная история у нас была такая один раз. После купания она подошла к дочке на кровати и начала технично вытирать морду об кровать. Та стала величать, кричать, что, Зарина, почему об нашу кровать, об мою? Ну, говорит, уйди отсюда. Та развернулась, уходит в прихожую. Мы думаем, послушалась, умница. Но она сделала что? Она взяла разгон с прихожей. И всей массой плюхнулась просто на кровать и завернулась во все одеяло. То бишь, дочка у нас потом спала непонятно, в чем мы высушивали это все. И также сын сидит возле компьютера, она выходит возле ванны, ой, после ванны. И она стабильно становится возле него и начинает отряхиваться. Чем громче он кричит, тем больше мы отряхиваемся. Друзья, не перестаем вам повторять. Радуйте друг друга, в компании друг друга, да, и, в принципе, просто так. Кстати, вот нам, девочкам, радоваться летним солнечным дням проще порастало. Да, вам, мне кажется, знаешь, любым дням проще радоваться. Прям с вами такие красивые мужчины. Ой! Нет, ну вообще, почему? Ладно, хорошо, почему ты это сказал, если не так? Ну, потому что все это благодаря летней коллекции сети магазинов «Джей». Яркие образы можно подобрать на «Некрасо-84» и на «Чечерина-68» в торговом доме «Фарватер», «Бутик-4». Эх, девочки, девочки, такие девочки. В общем, друзья, покупайте одежду в «Джей», ходите по улицам города, делайте красивые фотографии, выкладывайте их в сеть. Ну, а мы, мужчины, будем ее любоваться и ставить вам лайки. Вы тоже не искупитесь, кстати, на лайки, Тоня. Меня тут постоянно лайкают в фотографии, ни разу. Еще я взяла и отписалась от меня. Не, Юрия, я на тебя даже подписана не была. Да, в общем, друзья, лучше подписывайтесь на наш профиль «Собака наша все», нижняя, подчеркиваю, АТМ. Главное, подпишитесь на наш профиль программы. Участвуйте в конкурсах, если вдруг пропустили наш выпуск, вы всегда сможете посмотреть его на сайте телемикс.тв. С вами были Антонина Юн, Андрей Казицкий. Никуда не переключайтесь. Скоро увидимся. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.